Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вот у нас есть такие внутриукраинские дела, которые стоит узнать всем. Так вот смотрите, вот стоит ли перекладывать брусчатку на Крещатике или во Львове, ну на Крещатике нет брусчатки, на Бахмельницкого или там во Львове перекладывают брусчатку, с места на место, да, она немножечко где-то лежит неровно, да, что-то где-то можно было бы поправить, будь сейчас мир, я бы только пожал руку тому же Садовому или Крещу, сказал, ну да, ну вот действительно надо некрасиво как бы, надо делать, чтобы было гарно. Но сейчас у нас как бы другие немножко приоритеты и перекладывание брусчатки из угла в угол, или там выделение каких-то сумасшедших денег на постройку стадиона или еще чего-нибудь подобного стадиону, да, но выглядит немножко диким, правильно? И вот тут у меня к вам такой вот вопрос, смотрите, в парламенте, в Раде, голосовали вчера, по-моему, или позавчера, за то, чтобы перенаправить деньги, которые местные советы, местные бюджеты, скажем так, вот, правильно, местные бюджеты, собирают на реконструкцию стадионов, грубо говоря, брусчатки и еще чего-нибудь. Например, вот в Киеве недавно был тендер, они покупали шампанское на какие-то там мероприятия, это настолько необходимо сейчас? Ну и на шампанское, и на барабаны, конечно, да, тоже покупка идет очень важная. Так вот эти деньги перенаправить на Збройные Силы Украины, по-моему, идеальный, да, законопроект. Тем паче, давайте вспомним, как еще вот перед началом войны парохоботы кричали, помните, великое крадивнецтво, не надо строить дороги, не надо это все делать, войны тогда еще не было, заметьте, да? Не надо, не надо, треба все дать на армию. И кто с этим спорит, да, действительно надо давать на армию, правильно. Но, вот было голосование по, значит, тому, чтобы вот эти деньги, которые аккумулированы в местных бюджетах, именно на вот эти вот варианты с перекладыванием брусчатки, из постройки стадионов и на барабаны, условно говоря, понятно, да, передать в армию. Что вы думаете, законопроект не прошел. Значит, знаете, кто не дал ни одного голоса? А я вам скажу, кто. Партия ПЕС, или как она, Европейская Солидарность, ПЕС, партия Европейской Солидарности, или они любят себя называть ЕС. Вот Леша Гончаренко, кстати, Леша, я его люблю и уважаю, но вот он так сильно гордился, что они не дали ни одного голоса. Партия Юлии Тимошенко, Батькивщина, ну это вообще такой, это атовизм уже в Верховной Раде, вот Батькивщина, господи, простили, как ее еще называют, Батькивщина. Вот, тоже не дали ни одного голоса. Проголосовали частично, но не все слуги. Частично голос, ну сколько-то, короче говоря, не хватило голосов. Не прошло. То есть, вот эти все вышеназванные мной товарищи решили, что барабаны в военное время, в бомбоубежище, да, как у нас в Киеве хотели, барабан в каждом, а, и овощерезки в бомбоубежище за 100 тысяч гивен гораздо важнее, чем дроны для армии, чем, я не знаю, карематы для солдат, чем реабилитация раненых воинов. Это фигня. Вот барабаны, овощерезки и перекладывание брусчатки, с точки зрения вот европейской солидарности, батькевщины, матькевщины и прочих, которые не голосовали за этот закон. Это самое то. Так вот у меня вопрос. А что же вы тогда кричали, что перед войной деньги закапываются, как вы говорите, в асфальт, что это было как родивництво, когда строили дороги и мосты в мирное время, заметьте, да? Тут вы кричите, значит, что нельзя, а тут вы не даете ни копейки на армию, когда вот именно вот эти деньги хотели взять с перекладывания брусчаток и отдать их военным. Объясните мне, вот может кто-то объяснить логику вот этих вот событий? Я, например, не могу абсолютно. Ну, может, я что-то не понимаю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...